Сегодня мы проводим с вами семинар на тему энергосбережения и эффективное энергопотребление. Когда первопытные люди обладели энергией, это произвело революцию в их жизни. Они научились творить и жарить пищу, поплавлять металл. И в прошлом и сегодня потребление энергии не самоцель, а средство к улучшению качества жизни. История энергопотребления — это история цивилизации. Энергия используется во всех сферах жизни, в промышленности, на транспорте, на комиссию, на слоу. С каждым годом человечество потребляет все больше и больше энергии. В первую очередь, от невозобновляемых источников. Экологические последствия энергопотребления — это значительное забрязнение природной среды. Чтобы снизить эти последствия, не обязательно уходить назад в пещеры. Выход есть — это рациональное потребление энергии, энергосбережения и использование возобновляемых источников энергии. Энергопотребление — это естественный процесс современной жизни. Нам нужна энергия для тепла, света, работы и многого другого. Чтобы не наносить бред в природе и не расходовать энергии напрасно, нужно как можно более полно использовать энергию в водозначении. Не допускать потерь энергии в пустую. Тем временем и мы сами сможем сберегать и рационально использовать энергию дома, в школе, на работе простыми способами, доступно намекарствами. Утепление помещений позволит отказаться от энергополивателей и снизить расходы. Экономия воды напрямую связана с экономией дюжета. Экономия электричества тоже принесет немалую выгоду. На протяжении всей истории человечества потребление энергии увеличивалось. Человечество начало использовать использование возобновляемых источников энергии, но постепенно перешло к безрассудному использованию невозобновляемых источников. Сначала человек использовал свою мышечную энергию, затем научился использовать энергию ветра, морским течением для судоходства, дровами для разведения огня. В античном мире и в среднем веке уже использовалась энергия ветра и воды в ветряных и водяных мельницах. Следующий шаг в развитии энергопотребления связан с обладением энергией пара и появлением в конце 18 века параметрушений. Овладение электричеством в средине 19 века – новый этап в истории энергопотребления. На основе электроэнергии развивались новые средства связи – телеграф, телефон, радио, телевидение, похожие компьютерные технологии. Сегодня все еще идет наращивание использования невозобновляемых источников энергии. В 21 веке должен произойти перелом в пользу возобновляемых источников. Два года назад городской совет Запорожья принял важное решение – изменить энергетическую политику города и начать разработку и внедрение муниципального энергетического плана до 2030 года. Основной целью муниципального энергоплана является снижение потребления природного газа в системе теплоснабжения города Запорожья за счет термомодернизации общественных и многоэтажных жилых зданий города и замещения природного газа в местном источнике топлива и энергии. В июле 2014 года муниципальный энергетический план города Запорожья на 2014-2030 годы был утвержден на сессии городского совета. Исполнительный комитет Запорожьего госсовета принял решение и утвердил перечень пилотных зданий бюджетной сферы, которые подлежат термомодернизации. В этих зданиях в 2012 году были выполнены энерго-палтиды и разработаны рекомендации по снижению потребления энергоресурсов. В перечень пилотных зданий включены учебные учреждения номер 75, 4, 72, 69 и 101. В конце 2013 года Запорожье присоединилось к европейской инициативе соглашения МЭРа путем подписания общеевропейского плана 20-20-20, который обязывает нас к 2020 году снизить не менее чем на 20% потери энергии и выброса углекислого газа, а также увеличить на 20% выработку энергии за счет возобновляемых источников энергии. В начале этого года Запорожье также стало одним из победителей проекта ЕСЭД «Муниципальная энергетическая реформа в Украине». И уже с июля 2014 года представители города, включая представители общественности, науки, начали изучать и внедрять лучшие неровные методологии, которые на сегодня реализуются в этой сфере. Одним из главных результатов реализации этого проекта станет внедрение системы энергоменеджмента согласно европейского стандарта ИСОБЕ-5001, внедрение электронной системы мониторинга потребления энергоресурсов муниципальными объектами, привлечение инвестиций в рамках МЭРа и других мероприятий. В рамках проекта ЕСЭД будет разработан еще один важный документ «План действий устойчивого энергетического развития», английская атрибула «СИАА», в котором будут обозначены мероприятия по уменьшению выбросов парниковых газов. В условиях энергетического кризиса в Украине и необходимости снижения объема потребления природного газа бюджетными учреждениями в отопительный период 2014-2015 годов вопросы энергосбережения и энергоэффективности бюджетной сферы являются как никогда актуальными. Разделом 8 муниципального энергоплана, который называется «Неинвестиционные проекты», одним из направлений реализации МЭПа предусмотрено внедрение долгосрочных учебных программ энергоэффективности для учреждения образования. Целевые учебные программы энергоэффективности внедряются с целью смены мотивации и поведения подрастающего поколения. Они позволят сформировать новый стереотип отношения к потерям энергии, пропагандировать условия существования зеленого общества и зеленого способа жизни. А это, в свою очередь, позволит при сравнительно небольших бюджетных затратах на добровольной основе снижать потребность в энергии широкими слоями населения. Сегодня всем участникам этого мероприятия мы предлагаем ознакомиться и активно сотрудничать с международным школьным образовательным проектом по рациональному использованию ресурсов и энергии с парой. Более подробную информацию об этом проекте расскажет национальный координатор проекта в Украине Мельникова Елена Владимировна и доставляли слово.